Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии TerminVox. Меня зовут Дмитрий Лебедев. А я, Надежда Рычкова. И в этом подкасте мы все так же обсуждаем традиции, обычаи наших предков, которые так или иначе влияют на нашу жизнь. И говорим о преданиях, в которых эти традиции сохранились, а также читаем сказки, мрачные и волшебные. В прошлом эпизоде мы завершили человеческий цикл. Как это? Прямо как божественная комедия звучит, честное слово. Да. Приступаем к разговору о живых существах. Других живых и непотусторонних при всем приветствии. Да, непотусторонних. Поэтому поговорим сегодня о коровах, ласточках, курах и кукушках. Почему такой странный выбор? Для традиционного человека все живые существа, с которыми он так или иначе соприкасается, дикие, домашние, там, змеи, птицы, конечно, так или иначе осмысляются. Так вот, есть целая книга «Символика животных в славянской народной традиции». Автор её Александр Гура. Да, можно найти, почитать, разузнать много всего интересного. Но я буду говорить сегодня, и мы обсудим тех животных и живых существ, о которых нам рассказывали в экспедиции. То есть все эти тексты, традиции, ритуалы мы слышали собственными ушами. Вот. Никаких книжек. Да, там же... Сегодня по хардкору, я понял, да. Там же получается, что, ну, традиционное общество, особенно деревенское общество, это постоянное и вечное соседство с животными домашними, в первую очередь, которые обеспечивают хозяйство, и с животными дикими, которые могут и на хозяйство покуситься, и в целом всяких неприятностей тоже принести на себе. Опять же, змеи, опять же, мухи, опять же, паучье там какое-нибудь и так далее. Да, и крысы, и ласки, и волки, конечно, и медведи, и кабаны, кого только нет. Но мы начнём с главного животного для традиционной семьи – это корова. Конечно. О чём мы и говорили в прошлом эпизоде для нашей крошечки-хаврошечки. Потому что от коровы, конечно, напрямую зависела жизнь крестьянской семьи. Часто держали не одну, а несколько коров, да ещё и телёнка. Поэтому корова участвовала, конечно, практически во всех календарных обрядах. Ты так вот сказала, что держали несколько коров, да ещё и телёнка. Я прошу прощения, по-моему, вот это вот распространённое заблуждение, что коровы дают молоко просто так. Да вот, собственно, и нет. Что значит просто так? Им же надо сначала отелиться. Конечно. И потом только она даёт молоко. А до этого она... Прошу прощения, тёлка. Да, в этом контексте можно так говорить, уважаемые дорогие слушательницы. А ещё можно сказать, телёнок и бык. Телёнок и бык, бычок, да. Нет, бычок это вот маленький, а когда он тоже уже вступил в связь с коровой, он уже быком считается. А, уже бык. Да, если может. Да, прекрасно. Помочь ей родить телёнка. Собственно, да, бык, тем более же их много, то как раз быть и не должно, и не нужно. Да, он может быть вообще один в стадии на всю деревню у кого-то, потому что обычно, если телята, их на мясо обычно готовят. Телятина, собственно, да, к сожалению. Если он мужчина. Тут как раз мужчины не главные. Патриархальное общество наше любимое. Всем плохо. Сломалось. Да, увы. Мы немножко уже говорили про коров в выпуске о ведьмах. Да. Потому что главное, на кого направлена вот эта магическая сила, это люди и коровы. Ведьмы любят отбирать у них молоко. Но продолжим эту линию и начнём с покупки животного. Вообще, зачем какими-то ритуалами обставлять покупку животного? Ну, купил, купил. Вот мы купили собаку, купили кошку, не знаю, кого угодно. Или попугайчика. А как же обмыть? Это же великий ритуал, я считаю. Ну, тут не главное. Возможно, обмывали. Об этом как раз нам не рассказывали. Стеснялись. Но, как говорят люди, есть две минимум причины, зачем нужно что-то делать так, как мы привыкли. Во-первых, старый хозяин может оставить у себя молоко. И тогда купленная корова, ну, будет давать молока, но мало. В общем, семью не прокормить. А он как бы символически всё себе забирает. Да. Основное. Да. А вторая причина – корова не приучится к новому дому. И придётся хозяину постоянно её разыскивать. Так вот, чтобы первого не произошло, хозяин при продаже отдаёт банку пустую и верёвку, чтобы она давала, значит, молоко, и её привели домой, и она, в общем, запомнила ту же самую верёвку. Неплохо. Да. Но вот одна семейная пара нам как раз рассказывала, они купили корову, но хозяйка, которая продавала, была недовольна ценой. Кстати, есть такой ритуал – дать чуть больше денег, чем у тебя запросили. И тогда корове будет хорошо жить во дворе. Я даже знаю, кто именно придумал эту традицию. Продавцы коров. Да. И вот она была недовольна, думала об этом, и даже банку с собой не дала, и верёвку с собой не дала. Ну и, конечно, они с ней намаялись. Она бегала, как сумасшедшие, говорят. Таких коров, к сожалению, очень часто либо убивают тоже, да, на мясо сдают, либо стараются продать, потому что с ними очень тяжело взаимодействовать. Я предвкушаю, на самом деле, слушаю тебя, предвкушаю комментарии у нас там на всяких площадках, на Ютубе особенно, скорее всего, каких-нибудь вегетарианствующих товарищей, зоозащитников и прочих. Друзья, мы всё прекрасно понимаем, ну и поймите и вы нас. Это традиционное общество, где, опять же, и деревня, то же самое всё. А выжить по-другому нельзя. По-другому невозможно выжить, и животные в основном там присутствуют исключительно ради еды. Так что, да, такие вот реалии. Так вот, чтобы корова ходила домой, прежде чем её завести, нужно постелить какой-то предмет. Если я приведу хозяйка, да, я могу просто снять фартук и прогнать её. Если хозяин, он может снять ремень, тоже так же положить, корова должна переступить. Но можно взять косу, которой косили сено, или топор. Это острый предмет, и тоже, конечно, обереги. И тоже её прогнать. И она как бы будет знать дом. Это такие магические обряды. Будет знать хозяев и будет приходить. Но лучше всего её, конечно, встретить с хлебом с солью, как дорогую гостью. И вот это, конечно, не обязательно скормить ей всю булку. Это просто ритуальное кормление, которое присутствовало на каждый календарный праздник. Извини, Павел, стаба. Булка обычная. То есть как и людям подходит. Да, да. Я помню, ты вот рассказывала, что нужен особый был хлеб запечённый с волосами, с шерстью коров, чтобы выгонять их. Да. То, что пустохи делали. Такое тоже было. А это обычное. А это, когда ты встречаешь, да, просто обычный хлеб, испечённый, главное, с солью. Ну, вот такое действительно гостеприимство. Конечно, их кормили на Рождество. Выпекали либо специальное печенье, даже в виде животных. Кормили не только корову, и коза, и лошадь. Если ты держишь, то им тоже перепадало. Плюс корове отдавали сено, которое клали под горшок с кутьёй. Мы вот об этом тоже говорили, что на святке готовили кутью, ставили её на лавку и подстилали сено. И, конечно же, потом его нельзя просто выбросить. Это вообще-то атрибут святой. Уже заряженный, да, артефакт. Да. Поэтому отдавали его корове. Либо на Пасху, опять же, мы тоже это упоминали в прошлом выпуске, вот эту шишку, просто некоторое украшение из теста, она в виде розочки могла быть, эта шишка, либо в виде вырезанной действительно шишки, тоже относили к корове. Всем, в общем-то, делились с ней. Для чего? Чтобы она была здоровой. Вот всё, что мы делаем со своей семьёй, то мы делаем и со всеми животными. Ну, а главное, с коровой, потому что она кормилица. Или на троицу. Часть семьи, да. Часть семьи, да. На троицу украшали пол травой, и эту траву, опять же, не выкидывали. Часть оставляли для того, чтобы ноги парить, когда они болят. Там кто-то чай из неё заваривает, тоже троичную эту траву. А кто-то даёт тоже корове, и она тоже съедает, и, конечно же, заряжается этой мощной магической силой. И, скорее всего, силой земли, да. Помимо покупки, следующий обряд — это выгон первый раз. И всё, что первое, это, конечно, магический ритуал. И даже если у тебя ещё, ты живёшь на севере, и травы-то ещё нет. Но есть специальный день. Шестое мая — это день Егория или по-другому Юрия. В этот день принято выгонять коров. И даже если они ничего не съедят, и ты ещё выгонишь на самом деле через три недели. Но в этот день — это ритуальный выход. На пять минут выгнали, потом загнали. Открываешь хлев со словами «Вот тебе бабушка и Юрия в день, да». Да-да-да. Что обязательно нужно сделать? Взять вербную ветку, которую мы припасли с вербного воскресенья. Да. Она стоит весь год в хлеву, защищает, оберегает от ведьм, от сглаза и от прочей нечисти. И первый раз похлестать корову, когда мы выгоним, опять же, чтобы её охранить. А чтобы корову не сглазили, ещё можно чесночком ей лобик помазать. Ну, так вот. На будущее, извините. Да. Живодёрство опять в эфире. Простите, пожалуйста. Ну, кстати, вот Егорьев день называют ещё и волчьим праздником. Говорят, что, если немножечко отступим от домашних диким животным, говорят, что в этот день волков по лесу огромное количество бегает. Ну, так логично. И ходить туда, конечно, нельзя. Начало весны, получается, самое. Никого нет, жрать нечего. А тут эти люди... Коров выгоняют. Коров выгоняют. Ну, у пастуха, как мы помним, есть специальные ритуалы. Заговоры, да, всё. Всё есть, он справится. Зато вот у людей этих ритуалов нет, поэтому пацаны налетаем, да. Ещё одно важное событие — это, конечно, отёл. Телёнок — источник мяса или будущая корова. Она не приносит, как кошка, пять штук. Она приносит одного телёнка, и нужно, конечно, его сберечь. В этот день ничего не отдают из дома, иначе может пропасть молоко. Например, нам женщина рассказала, забыла просто, отдала ростки. Пришла женщина, соседка говорит, дай мне росточек цветка. Ну, то отломила без задней мысли, отдала. И тут у коровы выми разнесло. То есть воспалилась, заболела. Пришлось взять три воды в речке, в колодце, в озере. Рано утром всё это смешать, помыть её, напоить, обрызгать. Ну и ей вот она рассказала, что, возможно, соседка-то знала, что корова отелилась и специально пришла. Есть такие люди нехорошие, которые вот хотят как-то тебе навредить. Интересно, что раньше начинали люди пить молоко только после шести удоев. А до этого всё вот это молочко отдавали телёнку. Здесь есть такая причина. Якобы корова съедает послед после отёла, и молоко становится горьким. Поэтому некоторые хозяйки прямо строго следят, хотят, чтобы у них чистенькое молоко было, чтобы этого не случилось. Очень, в общем, вот это животноводство сложная тема. За всем уследить, всё сделать правильно. Какие-то, по-моему, биологические-то подтверждения у этого есть? Да, да, конечно. Оно и максимально жирное ещё поначалу, и не особенно съедобное, насколько мне рассказывала просто сестра-ветеринар. Поэтому да, там есть резон для этого. Вообще с молоком нужно тоже себя вести аккуратно. Например, не трогать его ничем острым, потому что так ты можешь поранить корову. Всё связано, вот это вот части целое, да? Даже масло сливочное ножом резать не рекомендуется. А как его? Ну, сейчас у нас вообще всё непонятно. Ну, ложкой можно. Вот поэтому у нас по стране иудои падают. Это всё мы ножами масло режем. Да. И, конечно, молоко, например, там нельзя, не знаю, ну, вдруг ты решишь не ложкой помешать, а ножом. Так тоже, конечно, делать нельзя. Считается, что корова будет болеть, будет хромать. Ну, в общем, лучше с молочными продуктами аккуратно себя вести. Как корову вообще оберегать? Если ведьмы всё время пытаются на неё напасть, что-то с ней делать, то тут нужно как и домы защищаем, так и защищать хлев. Во-первых, на все календарные праздники. Крестики поставить на крещение, троицкую зелень заткнуть, вербочку заткнуть, нож заткнуть. Вот это мы очень часто встречали над дверью либо ножницы, и в домах, и в стайке, в хлеву. Я помню, у нас всегда был нож. Если заходишь в стайку, а там нож торчит. Как что-то острое опять? Да, острое. Это оберег. Нет, это оберег, между прочим. А это уже оберег. Вообще он оберег, но это оберег, да? Нет, он оберег. Да ты что? Меня же поправили. А, да. Всю жизнь говорили оберег. Всё, не знаю ничего. Ужас какой. Что ещё важно? Что корова может, конечно... Что с ней ещё может случиться? Вообще с ней много что может случиться. Она может потеряться. Я, например, помню из детства. У нас, конечно, в деревне была корова. Как мама с папой на 2 часа ночи. Они куда-то ходят. Эту корову... Я просто не представляю, где они её искали. Вот, представляю, ушла корова в лес. Кругом лес села. Они куда-то ездили. Находили, приводили домой. Но они не пользовались почему-то никакими магическими предметами. А вот если взять с собой пасхальное яйцо, то найти корову будет гораздо проще. А вообще, чтобы она не уходила из дома, можно полечить её, её же мочой. Это какая-то малаховщина пошла, извините меня. Уринотерапия. Да. Ну, просто взять её, побрызгать и сказать, вот тебе. Она вроде как должна одуматься. Чисто на магии. От таких манипуляций. Итак, значит, что ещё она может, бедная, несчастная, начать доиться кровью? Но в целом, да, это же безумно уязвимое место у любой коровы. Несчастная вымя. Ну, конечно, ветеринары говорят, что это просто мастит, вымя воспалилось, всё понятно. Но мы это с вами традиционные люди знаем прекрасно, это всё плохо. Ласточка пролетела под выменем. Да. Подлая. Ну, вообще, на самом деле, нельзя так про ласточку говорить, она птичка божья. Кстати, вот про ласточку. Ласточка вьёт гнездо как раз в хлеву, и, в общем-то, это частое. У неё есть возможность пролететь под коровьим выменем. А зачем же, если она птичка божья? Она случайна, а корове вот так. Но на самом деле в Саратовской области нам говорили, что всё это может быть не случайно. Если ты гнездо ласточкино разорил, то корова может начать доиться кровью. Плюс гнездо вообще нельзя никогда разорять. Считается, что если ласточка гнездо свела, то в этом доме будет благодать и счастье. А если ты разоришь, то дом сгорит к пожару. Либо вот к несчастью с твоей коровой. А почему, в общем, ласточка птичья — это божья? Есть, конечно, легенда этому всему. Одна из легенд только, процитируем одну. Говорят, ласточки старались избавить Христа от мучений и кричали «умер, умер!», в отличие от воробьёв, которые кричали «жив-жив!». Ну вот считается, что их крик в традиционной культуре считается. Либо «жид-жид» они кричат, либо «жив-жив!». Есть два. Вот это подлые птицы, значит. Две интерпретации. Про них можно так сказать, окей. Да. А ещё почему нельзя трогать ласточку? Потому что у тебя будут ластовки. Ну это так в Саратовской области произносят слово украинское «веснушки». Они, конечно, уже давно не помнят, что это какое-то украинское слово, но по созвучию оно действительно похоже. И почему так считается? Потому что ласточкины яйца в крапинку. Соответственно, если ты разоришь её гнездо, то твоё лицо покроется веснушками, как и яйца у этой птички. Странно. А мне казалось, они немножко другие. Я помню почему-то это из детства. Да и кожа вся рябая, как кукушкиное яйцо. У кукушки тоже рябой, но и у ласточки тоже. Ну, значит, хорошо, да. А может быть, у многих птиц у перепёлок тоже перепелиные яйца мы покупаем, они тоже рябые. Убедила. Всё хорошо, да. Но тут важно ещё вот это созвучие на украинском. Ага, понял. Похожие на веснушки. Слово веснушки похоже на слово ласточка. А ещё веснушки похоже на кукушки. Да. Итак, кукушки. Да. Ещё одна птица. О ней тоже всегда рассказывают, потому что её слышат. Ну и самое главное, это, кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Ку? А чё так? Ма? Да. 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 Вообще, кукование кукушки обозначает определённый временной период. Начинается тёплая пора. Это вот конец весны. Она как раз начинает куковать на Егоре, о котором мы уже говорили, и заканчивает 12 июля. Это день Петра и Павла. И примечают люди, если она заканчивает раньше, то будет холодно, и снег выпадет рано. А если первый раз она кукует, и лес ещё не покрылся листвой, то урожая не будет. В общем, это ещё и как примета работает её кукование, поэтому обращают внимание. И на первое кукование кукушки нужно, как любое первое. Вот всё первое. Всё первое. Это магия первого, всё очень важное. Но за первое. Загадывают желание. Кстати, вот нам рассказывали, что не в любой момент спрашивать у неё, сколько лет тебе осталось жить. А настоящий ответ будет именно, когда ты первый раз в году её услышал. Вот тогда спроси, сколько тебе лет осталось. Тогда, может быть, не ку будет, а чуть подольше. Чуть-чуть. И, конечно, нужно иметь деньги в кармане. Ими потрясти, когда тоже послушаешь. И вот наша собеседница говорит, что она всегда знает, что примерно 5 мая должна кукушку начать куковать, носит с собой денег. Как услышит, потрясла. И вот деньги, чтобы водились. Не знаю, правда, сбывается или нет. Но, видимо, сбывается. А сейчас мы все набезнали. Это что же? Чем греметь в ответ на кукушку? Карточкой, видимо, помахать можно. Вот. И, конечно, всем для народной традиции важным оказывается то, что у неё нет своего гнезда. Она подкладывает своих птенцов. Да. Подкидыш. Подкидыш. И вот помнишь, всё необычное, из ряда вон выходящее, конечно, осмысляется с помощью легенд, почему вообще так произошло. Одна женщина нам рассказала, что просто кукушка взяла и свела своё гнездо в Благовещение. А в Благовещение, как известно, птица гнезда не вьёт, а девка косы не плетёт. А она свела. И Бог её за это наказал. Забрал у неё вообще гнездо, и теперь у неё гнезда нет. Но есть, конечно, не связанные совершенно с христианским объяснения. И таких объяснений масса. Ещё раз уже много раз упоминаемая книга Галины Кабаковой и Ольги Беловой про этиологические легенды. Вот записана она в Забайкале. Как сорока всех птиц учила гнёзда вить. И говорит ворона, вот так, вот так, хворостинку притащи, вот так, вот так. Научила другую, всех научила, начала кукушку учить. Хворостинку положит и говорит, вот так, вот так. Другую положи, вот так. А кукушка говорит, нетрудно, нетрудно. Та опять хворостинку кладёт ей, нетрудно, нетрудно. Сорока рассердилась, улетела, и кукушка не стала вить себе гнезда. Ну вот не стала, а вот она то у коршуна, то у ястреба в гнезде яичко снесёт и улетит. А своей семьи не знает. Какая грустная история. Где-то я читал какую-то любопытную подробность, почему именно кукушка так поступает, и там на самом деле не так всё тревожно. Попробую найти, и, может быть, кстати, в соцсети что-нибудь да и запилим про кукушки на гнездо. Ну, такую не мифологическую научную картину мира. Мы тут с тобой про мифологию в основном. Её, кстати же, и в науке-то говорят, да, что она вот такая вот подлая, да, всё время. И кукушонок тоже ведёт себя отвратительно. Он вылупляется, он обычно крупнее всех остальных, поэтому всех выпихивает, и ему достаётся абсолютно всё. И несчастные там родители, которые кормят этого подкидыша. А на самом деле что-то там было прям хорошее. Пишите в комментариях, если поняли, о чём я. Да, но есть ещё одни кормилицы, и те птицы, которые несут яйца в своём гнезде, это, конечно, куры. Вот. Да. Возвращаемся к домашним. Возвращаемся к домашним, и без которых нельзя вообще прожить. И вокруг них тоже довольно много ритуальных практик. Главное, что... Начнём с того, что мы уже упоминали неоднократно, что это же символ жизни и жизнетворчества в целом, чуть ли не основной. Создание, которое каждый день, получается, творит новую жизнь. Да. Символ новой жизни, естественно. Символ новой жизни — яйцо. И нужно обязательно позаботиться, чтобы твои куры были здоровые. Ну, в общем, что у тебя? Корова принесёт тебе молоко. Курица снесёт тебе яйца. В общем-то, уже и жить можно. Поле ещё даст зерно, и у тебя хлеб, а хлеб всему голова. Итак, инструкция. Чтобы куры не слись, что мы делаем? Подкладываем обязательно нечётное количество яиц. В женский день. Ты знаешь, женские дни? Восьмое... Нет, мы обсуждали. Не в тот. Я помню, да. Подожди. Среда, пятница. Вот в такие женские дни. Ты же праздников будешь ждать? А-а-а. Нет. Среда, пятница, суббота. Понедельник, четверг, вторник. Я думал, мы про другие. Мужской. Как хорошо. Нет. А, среда, пятница, суббота. В смысле, да. А воскресенье? А в воскресенье ничего нельзя делать. Это и средний род, к тому же. Да, и делать ничего нельзя. Итак, берём нечётное количество яиц. Женский день, например, в среду. И обязательно после... Опять связь у нас. После того, как коров домой из стада пригонят. То есть должна быть уже такая темнота. Обычно это после семи вечера. Но главное не подкладывать яйцо, снесённое на Благовещение. Потому что кукушка гнезда не вьёт. Птица гнезда не вьёт. Потому что это такой большой праздник, что даже яйца, снесённые на Благовещение, дают уродцев птенцов. Нам не надо таких. Кукушат, простите. Как не отпускает меня эта птица расчудесная, да. Да. А, значит, что ещё можно сделать? На Рождество или Крещение, когда варят кучью. Опять мы уже упоминали, она нам всё время помогает. И опять несут сено домой. И вот как ты сено несёшь, приседаешь на каждом пороге. И ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Чтобы курочки неслись. Уважаемые слушатели, вырезайте для аудиоцитат. Мне кажется, это прекрасно. А в Брянской области делали немножко иначе. Когда кутью уже несут на стол и ставят, вот наши любимые дети из прошлого выпуска, забираются под стол и переговаривают, у кого ворота трясутся, а у нас куры несутся. И на следующий день, конечно же, остатками кутьи угощают кур. Это чтобы они неслись. А теперь чтобы размножались и выводили цыплят. Птенцов. И выводили цыплят. Тот петух нужен, кажется. Петух, это естественно. Но магические ритуалы главнее. Значит, рано утром, под Пасху, либо, опять же, Благовещение, в весеннем празднике, нужно сгонять кур с насеста. Их, ну, там, какой-нибудь метёлкой, чтобы вот они сгоняли, сгоняли, сгоняли. И потом, какая курица первая сядет, под неё и подкладывая яйца, она будет высиживать их. То есть не каждая же курица вообще яйца высиживает. Это надо ещё определить. На сетку. Да, на сетку найти. Значит, и, в общем, это общий славянский ритуал, чтобы куры начали нестись. Болгары сгоняют там кочергой, украинцы помелом, русский клюкой. Ну, вот во все эти праздники. Бедные болгарские куры. Зазеваешься. Ужас какой. Да. Ну, и, конечно, кур, так же, как и коров, ритуально кормили. Вот каждые эти праздники, о которых мы говорили, им тоже выносили еды. Ну, просто крошили. И, в частности, им отдавали скорлупу от яиц освещенных. Крашенных, получается, тоже. Да, пасхальных. Красота. Ну, это действительно безумно полезно, насколько я слышал. Да, они и сами, в общем-то, не брезгуют частенько, товарищи куры, потому что кальций туда-сюда. А еще поведение кур, как и поведение кукушки, тоже что-то предсказывало. И самое распространенное, если курица вдруг запела петухом, ее нужно срочно зарубить. Но вообще, даже если ты зарубишь, говорят, несчастье все равно случается. Так наши собеседницы говорили, куры очень часто кричат петухом перед смертью хозяина. И это вот сбывается. Те самые функции, которые тебе непозволительно делать. И, в принципе, кому-нибудь, да, там, дерево ходит, собака говорит, вот курица петухом кричит. Это уже так не очень хорошо. И еще мы верим, значит, если курица рано идет на носец зимой, то лето будет неурожайным. Тоже примечали обязательно. Ну, еще в одном выпуске про роды мы говорили, что куры помогают снять с глаз детей. Если ребенок ночью плачет, его носят под насец к курам. Он говорит, господи, как у вас тут неудобно, лучше назад. Так быстренько туда-сюда орать не буду. Но интересно, что у кур, между прочим, есть свой бог, в отличие от других животных. Помнишь куриный бог? Знаешь, что такое? Нет, кстати. Это камень с дыркой. И эта дырка должна не ты ее должен продолбить, а она должна быть естественной. Вот если на море, например, найти камень с дыркой, это вообще счастливый камень. И многие люди просто забирают его с собой, называют его куриный бог. Это не бог, это идол, скорее, да? Ну, это получается даже такой оберег. Или оберег, пишите, опять же, в комментариях. Ха-ха, дьявол, почему всегда оберег был? Ладно, извините. Сегодня оберег будет в данной программе. Оберег все говорят в традиционной культуре так, но литературные нормы нам грозят пальцем. Так куриный бог, да. Да, и правильно его подвесить в курятнике и так, чтобы, например, чужой человек, когда его зашел, заметил. И ты заходишь, смотришь на куриного бога, отвлекаешься и не можешь сглазить кур. То есть ты на них не посмотрел. Как красная ниточка на запястье, которая отвлекает на себя полуживого этого сглаза. Да, ну вообще этот камень используется в магических всяких еще практиках. Например, если у мамочки не идет молоко, но нет молока, можно сцеживать через это отверстие. Говорят, тоже помогает в традиционной культуре. Можно попробовать, если кому-то вдруг будет тяжело. У меня, кстати, дома есть такой камень, могу дать. Повторяйте это дома или не повторяйте. Кур нет, камень есть. А что, если корову попробовать? Короче, да, мы сейчас вам насоветуем, дорогие друзья. Что-то мы заговорились, по-моему. Зверей-то огромное количество, всех не обсудишь. Но про некоторых можно почитать сказку. В некотором государстве жил-был мужичок. И были у него козел да баран. Ой, непоседливые. Совсем от рук отбились. Бегают все по сторонам. Ищи, где хочешь. Домой только есть приходили. Ну и хозяин был, себе на уме. Одним летом поленился накосить сено. Вот пришла осень, а уже и есть нечего козлу и барану. Стали они на весь двор реветь. Мужик кнут схватил и ну колотить их. Вот так день за днем-то и проходит. Да еще и жена все подзуживает. А че ж это животины ревет-то? Да это, с жиру поди бесится. Ну, раз такое дело, может, заколем их, а? А там и гостей позовем на вечерку. Да, может и заколем. А кто их знает, проклятых? Вон они какие блудливые. Пожалуй, забегут куда, и не найдешь. А все равно пропадут даром. А козел-то умный был, подслушал хозяйский разговор и пошел к барану. А давай-ка мы, братец, в лес с тобой уйдем. Это зачем? Да заколоть нас хотят. А если не заколют, так и с голоду околеем. А так, смотри, пойдем в лес, найдем сенца сток, так и жить станем. Ну, уж коль так. Пойдем, брат Козьма Микитич, хуже-то не будет. Вот как ноченька опустилась, стащил козел у хозяина ружье старое с одним зарядом. А баран мешок дырявый прихватил. И то дело. Перепрыгнули через оградку и пошли вдвоем. Идут полем, идут лесом. Вдруг видят, у дороги старая волчья голова лежит. Брат баран, а, брат баран, ты это, возьми голову и положи себя в кулек. Да, на черта она нам, и так тяжело идти. Да ты возьми, возьми, сгодится. Как найдем местечко, как разведем костерок, студень себе хоть сварим, не знаю. Пожал плечами баран, а все ж голову волчью поднял, положил в куль и понес. Вот идут они снова по лесу, о своем болтают. А уж смеркаться стало, темно в ночном лесу, боязно, да холодно. Совсем я изяп. Нет, тебе-то, баран, легко говорить. У тебя вон шубок какая. У меня шерсть клок, и тот худой. Уж мне это каково. Ой, а че это там? Вон там, за деревьями. Никак огонь светит. Ну, где огонь горит, там и тепло. А пойдем туда, все одно зябнуть-то, ну. Вот продрались они сквозь ветки еловые да бурелом, вышли на полянку, а там волки сидят кругом огня, да греются. Головы повернули, на незваных гостей пялятся, только глаза в темноте сверкают огнем недобрым. Баран напугался, еле душа в теле держится. Э-э-э, да, беда, говорю, вот и погрелись. Ну, это, прощавай, братец, козел. Да ты не робей, не робей, баран, ты сейчас, сейчас я это, сейчас, здорово, ребят. Ну, здравствуй, здравствуй, Козьмаревич. Здорово, здорово, да. Ты, ты заходи, не стесняйся. Вот, вот, прямо сюда, к огоньку давай. Вот, да уж это знатный. Да ладно, первый, а барана на второй. Ну, или наоборот, там уж как пойдет. Ой, хорошо тут у вас, братцы, у костерка-то. А, а то кругом зябко. У вас и погреться можно. Ты это, барышек, чё стоишь-то как неродной? Да, я, это, как? Ой, точно, чё же-то мы, вы уж его простите. Нас пригласили, а мы рты разинули, да, как же мы это, без подарков-то. Ты это, барышек, давай сюда эту, как ее, голову волчью. Чё, 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 я не ослышался, нет? Да, да, волчью, из мешка своего. Сварим, студенек сделаем, и вон с ребятами поделимся. Да смотри, выбирай, чтобы это, волк старый был. Притихли волки, смотрят на барана, а тот, ни жив, ни мертв, лезет себе в мешок и голову волчью расстаёт. Не-не-не-не-не, не ту, смотри, худющая, из неё и навару никакого. Я же тебе говорю, старого давай, старого. Баран в мешке, копается-копается. Так там и нет больше ничего. Всё ту же голову достал. Да-да-да, вот это вот получше, конечно, будет, но всё равно ж не та. Ну-ну-ну ты, правда, баран, ну честное слово говорю тебе, на самом исподе лежит старая. А вы чё замолкли-то, ребятки? Да, что-то греемся. Вы-то сами как, студеньку-то, а? Ой, да мы как-то и не это... Может, не надо лучше, гай? Надо-надо, студеньку в такую погоду, это самое милое дело. Ну чего там, нашёл, а? А баран снова всё ту же волчью голову кажет. Ну вот, так бы и сразу. Эту самую голову мне и надобно было. Давай, тащи сюда. Ты смотри, а сколько наколотил-то наши братья? Ну да, одних колов в цельный мешок. Ой, братцы, да трапать надо было. Верно, верно говоришь, да. Чё говорите, касатики? Да мы бы простудень. А, ну вот, и я в том же. А нет ли у вас, братцы, в чём нам ужин изготовить? Есть, есть, я за посудой. А я за дровами тогда. А я за водой у тады? А я, а я это, я за ними, я за ними. Подождите меня, ты куда? Повскакивали волки, да и махом в лес. Одно на уме, как бы уйти по-добру-поздорову. Сели козёл да барану огня. Развалились, греются. Да, ну, голова ты, Казьма Микитч. Ну, ты тоже молодец, барышенька. Скучно. Сидеть-то так просто. Давай что ли, не знаю, сказки рассказывать? Какие ещё сказки? Ну, какие-какие, мрачные, не знаю. Нам теперь чего бояться? Страшнее нас во всём лесу, теперь никого нету. А медведь? А что, дело хорошее, вот про медведя и рассказывай. Я это, только одну знаю. Как он ходил там, чё-то это, с ногой у него было. Липа вроде какая-то там, и это, скрылы, скрылы, скрылы. Нет, это я уже слышал, да. Давай лучше тогда, я буду рассказывать. Знаешь, Кузляковскую мельницу над глубоким омутом? Ой, рыбы там водилось всегда, видимо-невидимо. Да, рыба, это хорошо, хотя, на кой черт? Да ты не перебиваешь тогда. Вот в том омуте ещё водяной жил. И это бы ничего, ну, водяной как водяной, обыкновенный. Да вот только повадился он каждое утро на рассвете на мельницу являться. Ему, видишь ли, сырая рыба опротивила. Вот застучит в дверь, мельника разбует, кричит, здорово, мельник. А мельнику-то спать охота, да с водяным лучше-то не ссориться, да. Встаёт, глаза продирает, отвечает, здорово, мол, гостинёк, милости просим. А водяной как к себе домой, ну так я пойду на твою крупорушку, мол, рыбу варить. А крупорушка, это что? Эй, барань, твоя башка, ну это как мельница, мельница, знаешь, только она зерно не в муку мелит, а только, это, дробит. Да и слушай дальше, надоел, значит, водяной мочи нет, так бы, может, и по сей день велось. Да вот однажды что случилось. В старину по нашему краю ходили бывало цыгане с медведями. Бродили от ярмарки к ярмарке, ну, Мишка танцует на задних лапах, штуки там всякие выделывает, народ смеётся, а у поводыря одна работа, денежки в шапку собирать, ну, понял, да. Вот как-то попросился такой цыган-поводырь к мельнику переночевать, ну, отчего не пустить. А медведя на ночь у крупорушки-то и заперли. Сами за беседой полночи скоротали и под утро так крепко заснули, что и не слышали, как водяной заявился. А он валился в крупорушку, огонь в очаге развёл и принялся уху варить. Рыбке принёс немало двух карпов здоровенных, да трёх щурят, да ерша, да окуня, да плотвичек. Ой, дух пошёл от той ухи по всей крупорушке, ну и проснулся медведь в своём углу, носом водит, нюхает. А водяной стал уху хлебать, а медведь тут как тут, запустил лапу прям в котёл и подцепил когтем самого большого карпа. Но водяной-то медведя никогда доселе-то не видывал, думает, что за зверюга. Вроде, говорит, кошки у людей живут, да тоже рыбку любят. Ну и кричит ему, брысь отседу, тварь проклятая, а медведю что, ему хоть бы что. Уже карпа съел и опять лапу к котлу тянет. Э, не думает водяной, эдак и совсем без рыбки останешься, не для того ловил. Взял, да и треснул медведя по лбу у половника. А это он зря, конечно, да, зря. Вот и я о том, рассверебел, значит, медведь, схватил водяного лапищем, мнёт, ломает, рыком, рычит, в общем, водяной только кряхтит да стонет. Такой они шум подняли, что мельник с поводырём проснулись, в крупорушку прибежали. Ой, с превеликим трудом, цыган, медведь ты своего оттащил. Водяной в омут нырнул и три месяца на мельницу носа даже не казывал. И вот как-то под утро стучит кто-то в дверь. Да робко так, осторожненько. Выглянул мельник, а это водяной пожаловал. Говорит, а что, друг, живёт у тебя ещё та страшная кошка? А мельнику весело, он говорит, как же, живёт. Четырёх котят принесла, вон они, за мышами гоняются. Водяной взгрустнул, говорит, ну, прощевай тогда, хозяин. И опять в воду ушёл. А с тех пор никто его на Кузляковской мельнице и не видал. Верно, перебрался жить в другое место. Да, хорошо закончилась твоя сказка. На тебе-то, баран, всё хорошо. А мельнику беда, не стало рыбы в том омуте теперь. Увёл её водяной за собою. Вот так и чесал в затылке хозяин. С водяным хлопотно, а без рыбки и того хуже. Далеко смех козла да барана по лесу разносится. Волки-то бегут, страшно им. А от голосов незваных гостей за спинами ещё страшнее. В самую глушь бежали, бежали, пока не наткнулись на медведя. А вы куда, серые волки? Ой, это, Михаил Иванович, ты нашего горя не знаешь. Пришли к нам эти... Козёл да баран. И принесли с собой целый мешок этих волчьих голод. Хотят студень варить. Вот мы и убаялись. Чтобы они до нас-то не добрались. Вот мы избегли. Дурачёвый, ну, козёл да баран, сами к вам пришли. Только, это, бери да кушай. А вы и убаялись. Ой, пойдёмте-ка со мною. Ну, если так на то пошло, то и пойдём. Веди, Михаил Иванович. Мы это, за тобой, если что, будем. А козёл да баран слышат, кусты трещат. Будто большой кто идёт. Ой, это накликали мы беды с тобой, Козьма Микич. Не надо было. Не надо было про медведя-то. Сейчас, подожди, не блей. Бет, придумаем чего-то. Вот подожди. Видит козёл, рядом дуб растёт. Забрался на него, изловчился и уселся на ветку сверху. Давай, 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 ты тоже залезай. А баран-то тяжёлый, неуклюжий. Лес, лес, да высоко подняться не смог. Ухватился кое-как засолк передними ногами и повис на нём. Вот вышел на поляну и медведь с волками. Ну и куда девались гости-то ваши незваные? Вроде и тут были. Чё-то не видать их. И головы с собой унесли. Ух, живот. Да, знаете что, братцы, а собирайте-ка тогда желудей. Стану ворожить. Куда запропастились ваши эти козёл с бараном? Набрали волки желудей у дуба, а медведь у самого ствола сел и стал выкидывать желудями, да ворожить. Как бабы на бабах гадают. Козёл да баран прямо над ним висят на ветках. Шелохнуться боятся. Ах, какая зима, Микитич. Ногам больно. Копыт не чую. Держись, держись, барашенька. Уйдут уж скоро. Я говорю, упаду. Я ей-богу упаду. Держись, говорю, держись. Не за грошить пропадёк. Ты это, прощавай, братец. Да заедят же нас. Держись-то, держись. Тут сучок хрустнул. Соскользнули копыта. И повалился баран наземь. Прямо перед медведем. Смотрят друг другу в глаза. От неожиданности вымолвить ничего не могут. А козёл видит беду неминучую. Выхватил ружьёт своё с одним зарядом. Да как, выстрелит. Ну что, стоишь, барашек? Хватай ворожью-то. Держи его. Чтоб не гадал в нашем лесу больше. Хватай его, давай. Да, да. Бежим, братцы. Бежим, старостудень. Бежим, старостудень. Бежим, старостудень. Бежим, старостудень. Медведь испугался. Как бросится бежать без оглядки, а волки за ним. Так все и разбежались. А там и утро наступило. Слез козёл с дуба. Сам от страха еле живой. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ой, а знаешь, чего брать с барашек? А чё нам в этом лесу, а? Пойдём-ка домой лучше. Здесь, видишь, каждого шороху боятся. Так и так пропадать. А там, может, и хозяин сжалится. Да. Вот и воротились домой. Мужик, как увидел их, обрадовался. Смотри-ка, вернулись. Живые, не вредим. Это, жена. А, жена. Пойди, накорми их, а? А козёл да баран стали ласкаться. Смирные все, да податливые. Ай, вы какие, а ты смотри. Слышишь, старый, ну неужто нам есть-то нечего больше? А может, не станем колоть козла да барана? Пусть чай ещё поживут. Ну, пусть чай поживут. Без них как-то и двор не двор. А всё ж, животин в хозяйстве как-никак полезное. Так и стали они все жить себе припеваючи. И мужик работящим сделался, про сено никогда не забывал. И козёл с бараном баловство своё совсем оставили. И навсегда сделались смирными да послушными. Такая вот, получается, сказка. Надя, тех самых, которых и не успели обсудить, вот про крупного рогатого скота мы очень много поговорили. А про мелочь вот эту вот несчастную, да, козёл и баран. Ну, в целом, козаи, это же коровозаменитель, будем честны. Да-да-да. Но почему-то в традиционной культуре и вообще вот наши собеседники очень мало про них рассказывают. Они говорят, что, конечно, когда ты идёшь кормить там остатками от рождественской трапезы, от пасхальной трапезы, они всех перечисляют. Даёшь лошади, значит, курицам высыпаешь, даёшь корове, козочкам, барашкам. Но вот такой вот обставленный ритуалами, ну, по крайней мере, в моей экспедиционной практике, если у наших замечательных слушателей есть какие-то магические ритуалы с козами, баранами, пишите нам. Я только вот помню, что они ужасно бодаются. Да, да. И очень глупые товарищи. Бараны точно глупые. Козлы и козы очень часто бывают максимально умными, а то и хитрыми как раз. Вот как в этой сказке самое удивительное. Потому что в основном, это, кстати, вот то, что мы почитали, это, скажем так, это помесь всякого разного своеобразного, их же чуть ли не пять вариантов этой сказки. В основном, самый известный про то, что они два дурака, а вместе с ними ходит кот-коток серенький лобок. И вот он большой молодец, он мудрый, и он как раз-таки им позволяет выжить, собственно. Но мне нравится с хитрым козлом гораздо больше, с умным. Да, а вот интересно, что касается быта, вот во всех селах, в которых мы были, и в Воронежской области, и в Саратовской области, как раз коров уже не держат. Мелкий рогатый скот проще держать. И заготавливать сено, и молоко как раз пьют их. А вот, например, в Сибири с козами довольно плохо. Ну, такое. Да, почему-то. Интересно. А там, потому что, наверное, породы другие существуют. Да, возможно, да. Я помню из бажовской сказки, там козёл был, кукуваню она спрашивала, девочка говорит, а козёл, он тоже душной, вонючий, значит, и да, не очень такое себе. Слушай, а ещё такая замечательная история. Помимо волков, медведей и прочих упомянутых товарищей, тут же встречается сказка про водяного. Мы тут всем, значит, рассказали, что в водяных, леших и прочих верили, значит, сказки про них не рассказывали. А вот. А я взял и нашёл, какая красота. А значит, возможно, мы найдём ещё про кого-нибудь, про кого-нибудь самого интересного, какого-нибудь любопытного. Про банника найдём? Давай про банника попробуем найти, и про баню вам, наконец-то, расскажем, дорогие друзья, чтобы отмыться от всех наших глупых шуток, от моих в первую очередь. И, собственно, через неделю попробуемся с этим встретиться. Да, объявляется банный день. А пока подписывайтесь на мрачные сказки на всех подкаст-площадках, оставляйте отзывы, присоединяйтесь к нам в наших соцсетях. Как, собственно, и в соцсетях подкаст студии Терминвокс, а ещё напоминаем аккуратненько про подписку. Оформляйте, поддерживайте нас, мы вам будем очень благодарны и постараемся дальше расти. И вы в комментариях тоже пишите, о каких обычаях нам стоит поговорить в следующих выпусках. И какие сказки всё и с этим прочитать. Меня зовут Надежда Рычкова. А я Митя Лебедев. И на сегодня всё, дружище. Всё. Находили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки, украшала и писала завораживающую музыку Полина Бирюкова. Рисовала мрачные картинки Алена Христианова. А продюсировала всё это Елизавета Лобанова. Как на самом деле, мы в Центре. И мы в Киеве-Манее.